Второй Камчатский форум предпринимателей стартовал на Камчатке. Он собрал представителей бизнес-сообщества, исполнительных органов государственной власти, субъекта, институтов развития предпринимательской сферы края, а также приглашенных экспертов федерального уровня. Камчатка сегодня продолжает диалог с предпринимательским сообществом. Совсем недавно мы провели стратегическую сессию. Сегодня мы открываем Камчатский форум предпринимателей. На мой взгляд, это те площадки, на которых обсуждаются очень важные вопросы развития бизнеса на территории, взаимодействия власти и бизнеса и, самое главное, вопросы для дальнейшего развития этих отношений. Потому что в конечном счете от этого зависит комфорт и уровень жизни на территории. Когда напрямую можно задать, может быть, не очень глобальное, но важные для каждого предпринимателя вопросы, а не у каждого свои. И возможность получить на них ответ. Мне кажется, основа проведения таких мероприятий. И, конечно же, это станет основой подготовки инвестиционного послания губернатора ежегодного и затем перечень поручения по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Отдельное внимание эксперты уделили национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. О региональном аспекте проекта рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Субота. Она сообщила, что в субъекте уже подготовлен вариант краевого национального проекта. Обсуждаем практически это на всех площадках. Это комплекс мер по повышению конкурентоспособности предпринимателей, зарегистрированных в районах Крайнего Севера. Нам удалось отстоять, что это мероприятие войдет, вошло в нацпроект. И срок по этому мероприятию для федеральных министерств – август 2019 года. Конечно, для нас важен и вопрос самозанятости. Мы оцениваем их количество где-то в 4-5 тысяч человек. Для этого это дело новое. Мы, конечно, проведем информационную кампанию и на региональном и муниципальном уровне. Мы планируем, что муниципалитетам будут выделяться субсидии для реализации этого направления. Будет обязательно финансовая поддержка. В течение пяти лет на Камчатке создадут четыре бизнес-инкубатора. Также за счет краевого бюджета предпринимателям продолжат предоставлять прямые меры поддержки. А гранты и субсидии будут выдаваться под создаваемые рабочие места. Кроме того, в 2019 году планируется предоставлять беззалоговые займы фондам поддержки предпринимательства, кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность и льготные кредиты для предпринимателей приоритетных групп, в которые входят молодежь, женщины, инвалиды и предприниматели старше 45 лет. Акселерация бизнеса, о том, о чем я уже сегодня упоминала, это доращивание микропредприятий до уровня малых, малых до уровня средних, особенно в сфере производства и инноваций. Также здесь будет внедрен комплекс мер и инструментов, создание единой площадки поддержки, центр «Мой бизнес», образовательные программы для предпринимателей по целевым группам, также молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели в возрасте 45+, ну и, конечно, теперь эта группа – это самозанятые. Участие предпринимателей в обновлении городской среды и сельских территорий. Особое внимание уделено развитию фермерства и сельской кооперации. В этом направлении предусмотрены гранты, обучающие мероприятия и предоставление комплексам мер поддержки в виде готового решения под проект. Во время сессии также говорилось о создании двух индустриальных парков на Камчатке, которые будут представлять собой комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельных участков с производственными, административными и другими помещениями и сооружениями, обеспеченными энергоносителями, инженерной транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производства. Экономика Камчатки приобретает более цивилизованный вид. И в этом плане наличие потенциально двух индустриальных парков в Камчатском крае должно привлечь внимание бизнеса. Это два профильных парка. Вы знаете, парк Дальний – это более индустриальный такой, со строительно-индустриальным уклоном. И парк Нагорный в Елесском районе, который будет носить пищевую направленность для обеспечения продуктами питания, прежде всего, жителей полуострова. И что делается в этом направлении? На предыдущей сессии говорилось о том, что социальные предприниматели испытывают нужду в помещениях, где они могли бы развивать свои бизнесы, социальные направленности. И, пожалуйста, там можно развивать свои производства. Камчатский форум предпринимателей продлится до 28 ноября. В нём примут участие более 400 человек, для которых подготовлена насыщенная деловая программа. На секциях будут рассмотрены вопросы реализации новых проектов в рамках рыбопромышленного кластера, туристического кластера в области сельского хозяйства. Отдельное направление – это будут меры поддержки. Меры поддержки как социального предпринимательства. Сегодня очень много предпринимателей, которые хотели бы осуществлять бизнес в этой сфере. И запрос от бизнеса есть. Поэтому мы останавливаемся на социальном предпринимательстве как отдельном векторе направления бизнеса. Важно, что в рамках этого форума будет использован такой формат, как открытый микрофон. То есть 28 числа в 14 часов органы исполнительной власти готовы отвечать на вопросы бизнеса в прямом эфире и разговаривать на проблемные, узкие или острые вопросы, которые сегодня существуют. Отметим, что инициатором проведения Камчатского форума предпринимателей выступило Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края.